Приветствую вас, ютубчане! В эфире Бульдозер и это игра Age of Water. Сразу признаюсь, давно меня тут не было. Но я думаю сейчас быстро во всем разберусь. По плану сегодня повыживать немного, поразматывать пиратские кораблики, попрокачиваться и возможно выполнить какое-то количество квестов. Кораблик у меня вот такой красивый, уже я его немножко прокачал в прошлых сериях. А это уже далеко не стартовая шлюпка, даже есть раскраска для бортов. А вот и первая перестрелка. Не на того ребята нарвались. Сейчас быстренько соберу с них лут и пойдем выполнять какой-нибудь квест. Итак, журнал заданий. Вот все мои задания, это то, что я уже выполнил, а это то, что мне нужно. Строитель для базы. Вик предложил кандидатуру Берты, говорят именно она построила клуб поплавок. Искать ее надо где-то на Терпице, попади в бар Терпица. Хорошо, что за бар Терпица? Так, плыть мне нужно вот сюда. Это нужно убрать. Погнали выполнять квест. Кстати, мне тут выдали еще один вот такой генератор, надо бы его установить. Электричества много не бывает. Вот так. Итого у меня уже 8 генераторов. Неплохо. Проплыть нужно целых 3 километра. Ну ничего, я думаю сейчас я быстро это сделаю. Увидимся уже около бара. Так, вижу на карте какое-то место, где можно кинуть Драгу. Не могу это упустить. Давай попробуем, что здесь можно выловить. Тормозим. Вот как-то так. Опускаем Драгу. И что же там можно выловить? Богатая добыча. Ух ты. Патроны, динамит. Прекрасно, это все собираем. Отлично, залутался. Теперь можно и по квесту пройтись. Вот она собственно точка. Вар. Поплавок. Ну здравствуй поплавок. На борту терпится, ты всегда найдешь поддержку и помощь. Пора отчаливать, дело зовут. Нет, ты мне не нужен. Клуб у Кракена открыт только для охотника за головами. Если ты не охотник, поищи другое место для отдыха неподалеку отсюда. Понятно. А вот этот чувак что скажет? Каждая тварь у нас по паре. Если есть пробки, то будут и пушки, и движки. Когда подготовишься к турниру, обращайся. А чел-то явно при деньгах. Он у него все пузо в крышках. И весы на пупке. Богатенькие, видимо. Окей. Попади в бар терпится. А где бар-то? Это орден. Может быть надо оплыть? Может быть бар где-то с другой стороны? Сейчас посмотрим. Огромный какой-то авианосец похожий. Или что-то типа того. Нет, не авианосец. У него нет взлетной полосы. Это просто какой-то военный корабль. Но, по всей видимости, никакого бара на носовой части нет. Вот весь там, спереди. Хорошо. Сейчас попробуем еще раз. Может я что-то не понял. Строитель для базы. Попади в бар терпится. Где-то на терпице. Ну? Строитель для базы. Не понимать. А вот. Я командир ордена Кракен Людвига, фон Морген. Пираты сектора дрожат при слове Кракен. Хочешь стать охотником за лагами и грозой пиратов? Должен заметить, что твоя лодка не выглядит особо грозной. Ну что есть, то есть. Ты мне нравишься, капитан. Смельчаки нам нужны. Но сначала нужно проявить себя, чтобы мы увидели твою доблесть не только на словах. Обратись к канцелю ордена Карлу Хельмуту. Он даст тебе задание. Передай Карлу, что тебе нужно задание для новичка. Он поймет. Уже поговорил с командиром? Да, поговорил. Понятно, ты должен проявить себя. Обычное дело для новичка. В общем, дело такое. Наш разведчик не вернулся из рейда. Последний раз его видели у Горрис Лонд. Начни поиск оттуда. Места там гибли. Вряд ли он старый опытный разведчик. Не родились еще те шарки, что могли бы его подловить. И как, кстати, он терминатор? Киборг. Киборг-убийца. Ладно, попробуй вырвать с ним. Пора отчаливаться. Погнали. Так. Ничего там надо выполнять. Нет, нет, нет. Вот все. Плавок. Вот, отправляйся к горе Слон. Пропавший брат. Смотрим, где гора Слон. Пропавший брат. Вот сюда. Ну, погнали. Ух ты. Плыть целых 4800. А может быть можно как-то с помощью транслокатора поближе в Моби Дик, например, прыгнуть. Попробуем. Моби Дик. Погнали. Отлично. Плыть осталось уже половина. Это все-таки уже побыстрее. Сегодня постараюсь вообще побольше квестов повыполнять. А то все предыдущие серии что-то я занимался подстрелушками. Это, конечно, весело. Но вперед по сюжету меня это никак не двигает. И корабль особо-то не получается прокачивать из-за этого. Потому что не открываются никакие новые технологии. А вот сейчас, выполняя квесты, я думаю, маленько качнусь. Да и интересно посмотреть, что тут за сюжет. Так. Что там за большое чудище плавает? А силию я его, интересно, или нет? Курьер-бот. Опа, потопил. Неужели? Неплохо, неплохо. Что там с него выпало? А выпало, в принципе, много чего. Не понял. Что там делают чуваки наверху? Просто стоят, ух ты. Они не просто стоят, они стреляются. Валим отсюда. Валим, валим. Еще один курьер. Мочи, курьера! Маленько пострелялись и хорош. Продолжаем путешествие по своему намеченному плану. Ух ты, сколько тут дров валяется. Неплохо. Это я не могу упустить. Надо все собрать. А что у вас тут за бассейн на корабле? Ну-ка быстро выкачивайте. Вроде все откачали. Нормально. Привет, бродяга. Карри хочешь? У тебя есть карри? Фига себе, какой модный чувачок. Конечно, я готовлю карри из сталом о желтых водорослей. Некоторые, правда, считают, что это не совсем карри. Но на дилетантов нет мысла обращать внимание. Если у тебя есть водоросли, я готов купить. А у меня, кстати, были. Каким ветром тебя занесло сюда сокровища ищешь? Ты не видел здесь лодку охотника кракенов? Ты про брата Зигфрида? Да, он заезжал пару дней назад, привез мне желтых водорослей. Потом ушел куда-то. То ли на восток, то ли на юго-восток. Плохие там места. Не забывай, что я всегда готов купить у тебя водоросли. Подторгуем. Давай подторгуем. О, у меня куча дерева. Вот я тебе продам, наверное, дерево, потому что я его с собой таскаю. Оставлю себе 600. А 4000 забирай. Пластиковый лом тоже я тебе продам. Частично. Потому что у меня его слишком много. Железный лом. У тебя есть 100 тысяч пробок. Офигеть. Вот это можно, наверное, тоже почти все продать. Тряпки. И тряпки тоже. Водоросли, волокна, все. Ну вот так. Отлично. И денег прибавилось, и трюм я опустошил. Конечно, мне уже пора. Что дальше? Пропавший брат. Вот сюда. Погнали, поищем там пропавшего брата. А пока я плыву, ребята вовсю занимаются разборкой мусора. Молодцы. Ничего себе, сколько мин. Надеюсь, это не то заколдованное минное поле, о котором рассказывают ужасные истории. Ух ты. И правда, мин здесь очень много. А вон какой-то чел сидит на мине. Но я же могу... Я же могу, в принципе, расчистить себе путь. Главное, не подстрелить мину, на которой сидит чувак. Ну ты че сидишь? Как хорошо, что ты заметил меня. Я разведчик ордена Кракена. Подорвался здесь на мине. Сам уцелел, но остался без лодки. Очень тебя прошу, передай братьям, что я здесь и жду наш спасательный борт. Да поплыли со мной, дурень. Орден прислал меня, прыгай в нашу лодку. Конечно. Спасибо, братяга, но я должен дождаться своих. Просто передай им, где я нахожусь. Ты какой-то странный. Очень хочется пить. И акулы по ночам кругами ходят. Чел, ты странный. Опа. Привет, стрелок. Так, что дальше? Пропавший брат вот сюда. Хорошо, в орден. А у меня транслокартер перезагрузился. Перезагрузился. Орден, орден. Русалка. О, орден. А, еще 10 минут. Можно ричард сделать, у меня есть перезарядка. Но мы не будем ее тратить. Придется плыть. Придется плыть. Не хочу тратить перезарядку транслокатора. Как он там называется? Опаньки. Это что такое, прилетает по мне? Нифига ты. Так, нет, 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 нет. С вами я не хочу сталкиваться, ребята. Валим срочно, валим. Мне сейчас пока не до этого. У меня тут миссия, у меня тут полный трюм всякого разного. Хотя уже не полный, конечно. Но все же. Так, я понял. От этих ребят надо просто свалить. Кажется, сейчас кто-то потонет. Перестаньте дырявить мой корабль! Давай, давай, качай воду. Качай! Мы не должны здесь утонуть. Никто абсолютно не ремонтирует корабль. Все втроем усиленно качают. Давай, давай, давай. Качаем, ребята. Качаем, качаем, качаем. Кто-то может ремонтом займется из вас, нет? Нет такого желания? О, починили борта. Красавцы, красавцы. Давай, выкачиваем остальную воду. Сегодня мы не утонем. Все, вода откачана. Нечем чинить. Надо разбирать мусор, я понял. Давайте. Ну, короче, ребята сами знают, что делать. Особо без моих указаний. Мой мусор разбирают, борта чинят. Что вот это такое? Выглядит как-то прикольно. Я здесь вообще был? Давай-ка подплывем. А, Моби Дик. Я, кажется, здесь уже был. Здорово, бродяга. Каким ветром занесло? Привет, ты, Моби Дик? Не стивни, я просто Эрнест. А Моби Дик называли моего лучшего друга. Он погиб, спасая меня. И его скелет теперь украшает от островок, чтобы мы с ним больше никогда не расставались. Чем могу? Я отчаливаю. Вот это Моби Дик. Вот это Моби Дик? Это что, кит был? Нифига себе. Классный у тебя друг был. Интересно, как он затащил этого кита на огромную скалу. А может, это был даже не кит? История умолчивает, конечно. А, кажется, я выбил эту шаланду. А нет, не выбил. Выбил только рулевого. Сейчас вот этого пулеметчика еще выбил. И можно будет ее взять на абордаж. Хотя, что здесь взять-то с тебя? Будем топить. Будем топить. Не хочу тратить абордажный комплект на эту мелочь. Сколько у меня, кстати, этих абордажных комплектов? Надо бы поискать, посмотреть. Радиоприемник. Останки как чего? Пауэрбанк. Транслокатор. Вот. Их у меня 9 штук. Неплохо. О, кстати, есть еще один генератор. Надо его тоже поставить. Электричество лишним не будет. Причем он тоже на 5 энергии. Нормально. Нормально. А что еще есть? Из неустановленного. Три аккумулятора стоят. Это все стоит. Трем. Вот так. У меня есть удочка для рыбалки. У меня есть колесо. Колесо, кстати, нигде не висит. О, а еще есть картечница. Древняя идея. Новейшее воплощение, как ствол держится при выстреле. Непонятно. Так, я вот думаю, колесо куда-нибудь замонтировать. Опа. Нет. Позже займемся. Позже, позже. Сейчас у нас перестрелка. Так, надо бы их подойти подобрать, конечно. В море какой-то шторм начался неожиданно. Сейчас подберу весь лут. Ремонтироваться и перестраиваться буду потом где-нибудь. Тут явно не место и не время для этого. Плывем выполнять квест. Первый раз, кстати, я в этой игре попадаю в шторм. Такой погоды я еще не встречал. Прикольно. Так, а тут у нас опять минное поле, да? Почему эта мина не взрывается? А, эта мина обыскивается. Хорошо. Мне бы на самом деле водоросли найти. Для моего опреснителя. Вот было бы неплохо. Кстати, вот и водоросли. Отлично. Плывем к точке. Так, я на месте. Что мне тут надо вообще? Вернись в орден кракена. Окей. Возвращаемся в орден кракена. Я встретил вашего разведчика. Он к вас стопу от форпостов мусорщиков. Три трубы сидит на древней мине. На какое мнение, что Зариндо почему-то его не помог? Он отказался съесть мою лодку. Спасибо тебе, капитан. Орден не забудет твоей помощи. Не мешкайте парню, там явно неуютно. Есть доложить к Кабандору. А, капитан новичок, ты уже справился с своим первым заданием? Да, я справился. Раз ты показал свое умение и отвагу, я принимаю тебя вреды охотников за головами. Прими мои поздравления. Кроме того, с этой минуты ты имеешь право посещать закрытый для червяков клуб у Кракена. Конечно есть. Ты ждешь несложных контрактов, пока ты еще не стал по-настоящему опытным охотником. Выдвигайся в район двух кирпичей, протеши там все и разреши шайку старого пью. На кого получил контракт? На какого-то старого пью около двух кирпичей. Ну да, ты же новичок. Честно скажу, так себе первая любовь. Ничего интересного. Много из этих неудачников не заплатят. Но большие пробки начитаются с малого. Это закон жизни. Удачная охота, капитан. Спасибо вам. На борту терпица ты всегда найдешь поддержку и помощь. А мне же надо было еще кое-что сделать. Строитель для базы у меня здесь был. Строитель для базы. Строитель для базы. Попади в борту терпица. Найди Берту. Где-то она терпится. Че? Это терпица? Ранее клуба. Клуб у Кракена. Ага, спасибо. Тебя совсем недавно приняли братство. Раньше тебя здесь не видел. Да, я тут впервые. Сейчас в клубе совсем пусто. Все братья на охоте. Но бывают у нас веселые деньки. Особенно, когда кормим великого Кракена. Это незабываемое шоу. Так что захаживай почаще. А, ты ж совсем новенький. На скале прямо под кораблем живет наш могущественный покровитель. Великий Кракен. Орден охотников за головами носит его имя и переносит ему жертвы. Что за жертвы? Обычно кормим великого Кракена рабами и пленными шарками. Но бывает, что кому-то из охотников не повезет, если серьезно провинится. Всякое в жизни случается. Жестко-жестко. Хотите отдохнуть, расслабиться? Ищу девушку по имени Берта. Ха. Могу ли я посоветовать вам выбрать какую-нибудь другую девушку? Берта не лучший выбор. Она агрессивная и часто что-нибудь ломает клиентам. Нет, мне нужна она. Ну, дело ваше. Берта сидит вон за этим столиком. Спасибо вам. Ну, привет, Берта. Еще один приперся. Сразу предупреждаю. Будешь руки распускать, я тебе их в узел закручу. Чего тебе от меня надо? Итак. Ого, так тебе нужны мои навыки строителя. Извиняй, я, к сожалению, тут сижу не за этим. Проигралась расщелини одному шулеру. Окей, и он сдал меня сюда. Будьте он проклят. Сколько ты проиграла? Тысячу пробок. Но там капают проценты, так что сумма много тысяч. Мне придется годами работать в этом гнилом клубе. А мне такая работа совершенно противна. А хотела бы поработать строителем на моей базе? Конечно, хотела бы. Я с детства обожаю строить всякое и много изучала древние сооружения. Но мне отсюда не выбраться. Денег на долг совсем нет. Не переживай, с этим разберемся. А, вернулся. Говорил же. Я, это Берта Дика. Еще повезло, что руки целы остались. Думаю, теперь время какой-нибудь другой девушки. Берта больше тут не работает. Нет, нет, вы, наверное, что-то не поняли. Берта на этому клубу в аренду. Господином Хаке. У нас с ним договор, и нарушать его нельзя. Хаке расторгнул договор. Вот еще пробок компенсации. Ох, ну дела. Ну, наверное, ладно, я передам информацию и деньги начальству. Но как-то это странно все сравно. Все будет пучком. Я слышал твой разговор с барменом. Получается, я тебе должна? И что мне теперь делать? Собирай вещи и бегом. Это ты и харьку ясна. Но куда мне бежать? Может, расскажешь? Ты что-то говорил про свою базу. Знаешь, человека по имени Викс. О, так Викс в этом разомешан. Это вселяет уверенность. Да, я выполняла на него пару работ. Надежнее у него я ни с кем не работала. Так, и что у тебя там за условия? Первое. Ты никогда никоим образом не видел меня, работающий в этом клубе. Ничего такого не было. И раз ты меня спас, помоги мне скрыть этот позор. Отлично. Второе. Ты должен удержать меня подальше от всяких казино и азартных игр. Иначе мгновенно потеряешь работника. Понятно. Да, я хочу отомстить мерзавцу Хаке за все те унижения, которые я из-за него перенесла. Я хочу растоптать его, сделать его жизнь адом, а потом скормить окуру. Уф, спасибо тебе. Не знаю, откуда ты свалился, но, видимо, мне надо поблагодарить судьбу, что тебе настолько срочно потребовался строитель. Отлично. У меня есть строитель. Это очень хорошо. Что теперь по миссиям? Продолжаем собирать инженера для базы. Вот сюда двигаемся. Хочу все-таки в этой серии прокачать свою базу немного, чтобы начать там уже что-то строить поинтереснее, что-то, может быть, исследовать. Чувствую я, что там много интересного, а есть контента в этой базе. А я пока им не занимаюсь абсолютно. Надо наверстывать.